Народную депутатку и филологиню Ирину Фарион посадят. СБУ открыло уголовное производство по резким, неоднозначным высказываниям Фарион. Уголовное производство по этим фактам открыто сразу по четырем статьям УК Украины. Последние годы о галичанке уже начали забывать и она исчезла из большой политики. Однако ее постоянное скандальное интервью вернули ее в публичное пространство. Но без интервью она в своей характерной манере резко раскритиковала украинских военных, которые продолжают общаться на русском языке. После чего получила ясный шквал критики от военных. Однако заявления наших защитников никак не повлияли на Фарион. Напротив, она продолжила призывы бороться с русскоязычными в своем телеграм-канале и публиковать посты выступивших в ее поддержку людей. Но из-за этого скандал разгорелся только снова силой. 8 ноября она выложила в соцсетях письмо от крымского студента, который поддержал ее заявление. Правда, скрыть данные парня Фарион не смогла. После чего в крымский пророссийский телеграм-каналах искренне поблагодарили за информацию Фарион. И сообщили, что к юноше уже пришли российские спецслужбы ФСБ. Я Глебов Максим, один из студентов крымского вуза, учусь на филолога. 8 ноября 2023 года я написал Ирине Фарион личное сообщение на почту, где поддержала ее в скандале. Правда, это далеко не первый скандал с Фарионом. В далеком 2010 году она на камеру в детском саду начала критиковать именно детей, которые казались ей недостаточно украинскими. Николай не плачьте Маричку Машою, потому что если она Маша, то эта форма не наша. Нехай она едет туда, где эти Маши живут. В 2012 году на заседании Рады во время выступления премьера ракетикавала тогдашнего главу правительства Николая Азарова, над которым часто подтрунивали из-за его специфической украинской. Педагог с 20-летним стажем я вижу эту проблему в двоих контекстах. В 2017 году Фарион призвала не давать работу и образование тем, кто не говорит по-украински. И впоследствии после ссоры с леведущим Дмитрием Гордоном на камеру прошла детектор лжи. А как вы считаете, Фарион агент ФСБ? Свои ответы пишите в комментариях, ставьте лайки и не забывайте, команда Украины сегодня работает для вас.